так парни сегодня у меня партнер столкнулся с неприятной вещью короче с кошелька блокчейн в неизвестном направлении ушли где-то 1700 долларов хотя у него была включена двухфакторная авторизация и так далее володя вот может быть обсуждали в закрытом клубе тему безопасности как раз ну возможно возможно хакнули его возможно ну вроде бы он говорит что на фишинговые сайты на левые не заходил да ну остается вероятность что мы могли хакнуть да 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 если в закладке добавил никак нельзя там там он рел там я не знаю у нас по крайней мере таких проблем не было но у нас было несколько прямых эфиров еще и в том году и в этом я не проводил по безопасности но можешь еще раз проговорить я думаю это всем подписчикам будет полезно вот с твоей точки зрения по безопасности это никогда нельзя ставить один пароль на все ваши там проекты сайты как некоторые делают типа чтобы чтобы легче запоминать да короче ломанули украли все деньги вас со всех проектов это у кого меня у тебя нормально около пяти лет назад я вот тоже один пароль использовал везде с утра захожу по все проекты а там уже все кошельки сменены и поставлены деньги на выводы я где-то успел это сделать короче нормально мне там прожить или где-то успел где-то там написал чтобы не это не вывели так что это первое второе это нужно закладки до добавлять в избранное свои вот эти вот у меня мазер валят всегда в закладках блокчейн точка ком чтобы не нарваться на фишки и уже все в перфекты вообще все 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 в закладке вообще никаких там гугл подскажи мне как мне попасть в блокчейн точка ком вот тебе подскажешь как зайти в блокчейн точка ком да 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 это то же самое только лучше может твой товарищ так и сделал я уверен что так все и было на самом деле блокчейн и все да третье это сейчас на почте у вас должна тоже стоять двухэтапных факт у меня еще везде стоит я тоже везде на всех почтах поставлю и там и телефон привязать и не один и почту другую резервные там коды есть если вы джимейлом пользуетесь гугл аутификатор ну и прочие вот эти вот приблуды которые помогают полностью четвертое это я вот все свои пароли храню но я имею ввиду от кошелька капитальных на мазер валите у меня все только на флешке даже не на компьютере а на отдельной флешке не один пароль я как захожу я вставляю флешку в закладках мазер валит кошелек потом вот у меня на мазер валите стоит только зайти по не по приватной фразе а по ключ потому что ключи у меня тоже все на флешке ты флешки грузишь и потом захочешь флешки в кошелек копируешь пароль вставляешь его все заходишь кошелек быстро сделать что тебе нужно прям перевел там на binance или там куда-то все флешку вы обновил страницу хлоп смотришь она скинулась и все такое спокойно обновляешь страницу такой все на месте слава богу меня не спалили я так делаю реально я вот тоже все быстро прям делаю вообще не сидишь на сайте раз вышел как только все ты сделал свои дела все закрыл полностью закладку с мазер валютом и все пошел дальше я даже метамаск не люблю когда он меня в браузере отображается потому что мне все кажется вот сейчас кто-нибудь как лохматит а там же перевод когда ты делаешь уже все то есть если зашел сам кошелек и при переводе уже ничего не указываешь по факту если удаленно кто-то имеет доступ к компьютеру как бы лохматит согласен потом пятое соответственно у вас если есть сайты на сайтах есть двухэтапная модификация биржи там amir capital вот такие вот сайты обязательно ставить всегда важно потому что безопасность ваши деньги ну и шестое уже вот наверное основные назвал не хранить на компьютере там ну все уже перечислил если есть что добавить там знаешь что я его спросил а где он сохранил 12 слов там же получается в блокчейн.com вот эти 12 слов для восстановления доступа он сказал как что он на компьютере не сохранил но отправил себе на почту и я ему говорю так понимаешь если тебе почту взломают они увидят эти 12 слов и автоматически получают доступ к твоему кошельку то есть может быть в этом как раз проблема подписал пароль заходи и бери да хотел бы добавить ни в коем случае не скидывайте там приватные фразы там и все в эти мессенджеры это ватсап вот мне много людей уже там вот по не помню по каким проектам но там короче их ломанули из-за того что они там кидали вот эти приватные ключи телеграм самый на мой взгляд сейчас безопасно куда можно там но заметь ты имеешь ввиду что приватные ключи чужому-то человеку ты не будешь естественно посылать сам себе да имеется ввиду нет ты можешь и другому скидать да могут просто посмотреть пользоваться точнее администраторы вот они могут увидеть переписку да они у тебя свистнули деньги да 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 и все ты что там на фишинговый сайт попал так что вот этими правилами пользоваться и естественно раз ну вот мы с вами говорим о серьезных суммах в крипте то есть что ты скажешь об использовании холодных кошельков холодных кошельков вот я себе взял два кошелька это трезера такой подешевле подороже но честно скажу еще ничего туда не перекидывал но сейчас буду это все делать потому что сейчас ну много там чего сейчас законов вы знаете наверное да чат по гриппе что там у нас уже приняли или примут там задним числом так что сейчас надо но для опять же для слушателей еще раз резюме сделай что там последние новости именно по крипте какие то что до 1 января 2021 22 года мы должны задекларировать все наши криптовалютные активы в полном объеме все на всех вообще кошельках и не прокате такой номер что вы до 1 января все продаете якобы у вас крипты не было даже если вы все продали то вы все равно должны задекларировать то что у вас было вот такой дебильный закон и причем вступает он в силу с 1 января 2021 года годом они закон при там чтение уже приняли но задним числом они его будут утверждать поняли как очень подожди извините а если у тебя на протяжении лет были битки ты когда-то их продал пусть даже пять лет назад тоже надо декларировать только с за этот год за 21 а за 21 больше или там майнил это наверное основная новость то есть они сейчас все принимать все законы чтобы криптовалюта была такая ну короче приравнена к деньгам да это как считается как собственность но актив какой-то да так что такие ребята вопрос здесь прозвучал сейчас как смотрите на список финансовых пирамид в россии от банка россии видели буквально недавно гулял такой за проекты просто все где есть все там а мир капитал уже слушал там опровержение но он сказал что эти пациенты если вкратце зарезюмировать что центр банк специально там они так ну не сказали прям что это стопроцентно но заранее типа подготовить людей что возможно там показательной базы то есть она пирамида вот считайте так он сказал что просто люди из-за того что кризис из-за того что банковский сектор уже туда никто не инвестирует то люди свои инвестиции уже перебрасывают там в криптовалюту в биткоины какие-то в интернет бизнес в общем проекты пытаются заработать и как-то приумножить свой капитал а банкам и вообще там центральному банку это конечно же не выгодно и поэтому они вот такого чумок сейчас устроили я я вообще есть честно не понимаю банковскую систему зачем они борются на наоборот идти навстречу открыть просто так открываешь приложение сбербанка вот там эфир биток вот там как золото там акции там все блин нафига вы вот просто боретесь с тем что скоро вообще захватит всю планету сейчас тинькофф вот тоже по слухам они сейчас вот кто первый это сделает тот будет на коне кофе это не упустит точно так что я вообще просто не понимаю вот у тебя там на счете допустим а ты такой да блин сконвертирую-ка я сюда но даже ну понятное дело мы там допустим на скорее всего не будем этим пользоваться потому что там даже если ты акции какие-то покупаешь тебе хлоп там прибыль какая-то пришла тебе хлоп сразу 13 процентов оттуда отняли но я не хочу чтобы нет 13 процентов а если я не дозаработал кто мне вернет мое никто соответственно зачем мне это надо вот но я думаю что в принципе вот это бы познакомило большое количество аудитории с криптовалютой это к этому идет поэтому это такое дело времени несколько лет когда у нас по парни насчет списка финансовых пирамид я бы хотел банку россии напомнить что когда развалился советский союз и миллионы советских граждан потеряли все свои сбережения в результате реформ так называемых никто почему-то не сказал извините наша пирамидка развалилась они а вот как-то оно само так получилось да или там что что федеральная резервная система которая тоже как мы понимаем является гигантской глобальной пирамидой которые в какой-то момент лопнет да они почему-то ее туда не включают поэтому логика простая есть правильные пирамида есть неправильные вот типа вам список неправильных куда инвестировать не надо а к нам надо да добавить пфр который чистом виде финансовой пирамиды так что все относительно как говорится вот но с другой стороны момент легализации криптовалют это конечно ну есть свои плюсы свои минусы вот другое дело что да если они легализуют наверное будет станет вопрос там с налогами то есть если ты купил крипту дешевле продал дороже ты что-то заработал плати налоги с этого да согласен другое дело знаешь вопрос допустим твои банковские счета не могут отследить а как вот они могут отследить твои криптовалютные кошельки ну а сейчас это все через биржи то есть они все это будут через биржи бирже сейчас все они вот не знаю там уже это внедрили нет бенанс у нас он в российской федерации зарегистрирован как резидент и по факту вот сейчас не надо можно было не делать верификацию бенансе но сейчас они все обязаны каждой бирже проходить верификацию и предоставлять все данные по любому пользователю которые на бирже находим там налоговую в банке все это будет передаваться это уже все закон такой то есть по факту мы уже не сможем там куда-то ну сможем конечно если захотим есть там лазейки я так думаю а вот смотри ты сказал что ты купил получается холодные кошельки но пока их не начал использовать именно в связи вот с этим законом нет просто руки еще не дошли вот они даже москву сюда принес ну честно лень разобраться там но это все делается через тор браузеры туда все заводится и завел и можно ты сказал один кошелек дешевле другой дороже там а в чем разница второй кошелек там можно просто на самом дисплейчике он тачскрин дисплейчик просто через компьютер ты все делаешь а там можно код вводить через дисплей вот но удобнее и он побольше такой я себе заказал тоже кошелек мне еще до сих пор не пришел говорят скоро будет но я и честно даже не имею представления вообще как ним работать надо будет там просто зайти на сайт там все это подключить и туда крипту просто загнать и все там вся крипта есть все удобно но тогда придется глаз да глаз за самим этим кошельком да 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 все было слушая комиссии если оттуда выводить обычные стандартные блокчейновые да да все там обычный кошелек все там то же самое я понял и на него отдельный адрес задается который допустим у тебя отключен ты просто посылаешь то есть тебе могут на него прислать в крипту не подключая к интернет не знаю хороший вопрос надо выяснить честно не надо будет тоже потом изучить я надеюсь в этом году придет потому что не я просто оплатил еще месяца два назад или три там никогда проблемы там с 9 л там или что там с доставка международного санкции все дела в россию нет а вот поэтому меня до сих пор еще не доставили а так я уже купил то наверно в курсе да что дефицит сейчас вообще по всему практику по многим вещам по крайней мере global star club возможности безграничны